улица заводская до 5 июля 1929 года в 7 часов утра на пристани в киме началась погрузка имущества экспедиции на пароход глебокий закончившиеся только к 11 вечера то наш судно был недостаточным для того чтобы забрать весь груз пришлось оставить киме свыше двух вагонов муки часть ларькового груза продовольствие прав на товары и некоторые негабаритные предметы хозяйственного обихода выяснилось что экспедиции выделено крайне незначительное количество медикаментов отсутствовали даже простейшие хирургические инструменты так уже в первые часы были заложены основы будущих продовольственных и бытовых трудностей экспедиции сразу после окончания погрузки имущества началась погрузка партий и 139 заключенных это формировался в спешке медицинский осмотр никто не прошел большинство наличного кадра экспедиции прибыл в кемь за три дня до отправки на ухту так называемого соловецкой закалкой и проверенность людей не были выполнены в рапорте начальник экспедиции было отмечено только благодаря достойному вниманию уделенном этой разношерстной массе удалось довести всю партию до усильмы без особых эксцессов два часа ночи 6 июля глеб бой отправился от пристани кем в первый же день экспедиция могла закончиться трагедией к вечеру в белом море разыгрался шторм потоки воды опрокидывали бочки с оборудованием расположенные на палубе и частью вливалась в носовой трюм где были размещены заключенные но к счастью все обошлось утром 8 июля пароход прибыл в архангельск в полдень началась перегрузка прибывших и догрузка оборудования на пароход ума вечером 9 июля пароход вышел баренцево море и 13 июля вошел в печорскую губу и остановился у морской пристани ныне город на рермар тут перегрузились на две баржи и в леками и речным проходом советская республика ранним утром шестнадцатого тронулись вверх по печоре 21 июля прибыли в поселок щелья юр базу речного флота на печоре заключенных разместили в школе выжми с трудом нашли проводников местные жители не хотели за копейки иметь дело заключенными на участке от щелья юра до чебью сменились три группы проводников разместив груз 75 тонн в 15 больших лодках шнягах вернулись из щелья юра к устью и жми и двинулись вверх по и жми своим ходом весь караван был разбит на шесть дивизионов конвой разместился в голове и хвосте каравана шли по бурлацки для мощники тянули лодки сменяя друг друга только 3 августа в селе и жма впервые помылись бани получили долгожданную почту впереди был тяжелый путь через и женские пороги до чебью экспедиция добралась только 21 августа потом многие этапы повторят этот путь и того экспедиция длилась 47 дней школа карате ничего себе ну думаешь там типа как так а мы идем посмотреть памятник первым первым проходцам я никогда здесь не было и и первый раз вообще здесь чуть-чуть и стеклянный смотри балкон а внутри кирпич сделали и окна вставили ух как интересно там китайцы так а то смотри какие окна красивые арочные ничего себе и там а марочное окно как интересно то то есть только не провались рукам дырка какие окна тоже а здание это тоже красивая смотри кирпич какой видишь как это у нас вид уже на ярмарку она на ярмарку мусорного бака стоянка ближе 10 метров запрещена так а вот она кулинарии виш тортик там ой а на здании тоже какие-то красивые менделя так там от река ухта справа протекает уже первый раз тут иду ничего себе туда же тротуар есть это поля высажены вдоль ничего первопроходцам севера вот она да ничего себе мы никогда тут не ходили так ну вот она стела это две да и в тушку видно это две буровые вышки сама стела в этом месте 21 августа 1929 года высадились и высадилась 1 геологическая группа а тут даже написано ну-ка сейчас прочитаю ой господи падаю там какая-то а факел или что-то приказ не тут ступенька видишь я что не наступаю приказ паухтинской экспедиции номер один от 21 августа 1929 года сего числа веренная мне экспедиция прибыла к месту своего назначения на ручей чебью начальник экспедиции сидоров чё себе а цель их была эта экспедиция ничего себе как скользко посмотреть если в ухтинском вообще районе нефть газ и уголь вот весной нельзя как сейчас раньше вот эти дома топило сюда рабочий поселок вот они сюда и приплыли экспедиция но не плыви откуда с той стороны то что у нас там ижма где там печенье туда подойдет услышать какой-то островок из деревьев ничего себе вот так заморачивает потом идет потом там мост и там подшла направо что она здесь так виляет вообще кстати смотри туда же вот ходили можно по этим следам пройти что тут у нас мы увидим ой там даже смотри лесенка есть спускаться ничего себе да не бойся по следам ты будешь бордюрчик тоже смотри покрашен даже там смотри кто-то даже пешком ходил по этой речке точно на базы ой сколько там собак проживает 1 2 3 4 5 6 это по идее вода должна высоко подниматься слушай вот по тому мосту мы ходили вот точно ходили вов не помнишь вот по тому мосту мы ходили доходили он очень страшно там просто трубы я вообще аварийный мне кажется я ходила в девяносто шестом году я находила суши а тут вон речка растаяла смотри вот тут вижу пробоина уже вот так вот ну тут так чистенько ничего не валяется вообще он чистота какая-то хоть и весна могло бы что-то и надуть грязь еще что-то нет все чисто я думаю еще субботника не было идеальная чистота если честно это к этому памятнику вообще первой жизни подхожу я только его ну слышала вас водили что-ли о каток ну-ка каток ух ты а тут-то лужа смотри красиво проплыли о кусочек вот смотришь какое здание украшено и сверху еще тоже окно ешь круглая красиво зимой на кафе красота а бонжур точно думаю как кафе называется бонжур тортик стояночка для велосипедов студия красок блестит и тут тоже здание красивое здание кирпич 2 цвета красный и желтый прошел смогли заниматься